ТОРГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАЛАТЫ По праву есть чем гордиться. Там сейчас представлены практически все крупнейшие бренды мира. Сегодня бизнес и российский, и зарубежный чувствует себя весьма уютно в этом регионе. Сегодня там представлены практически все мировые бренды, ведущих мировых фирм, которые представляют и пищевую, и межнестроительную, да, в общем, практически все отрасли промышленности, которые там работали, работают. И несмотря на всю международную обстановку, так сказать, продолжают работать, собираются дальше эту работу продолжать там. Активно развивают свой бизнес в регионе и местные компании. Они возрождают старые и открытые новые высокотехнологичные предприятия. Сейчас в области работают 3,5 тысячи производственных площадок. Среди них металлургические и машиностроительные заводы, стекольные предприятия и многие другие. Их продукции весьма успешно конкурируют с зарубежными аналогами, причем не только на домашнем рынке. Товары из Владимирской области можно встретить даже в Москве. К примеру, столица закупает в Владимирской области мини-тракторы для уборки улиц. Всего автопарк пополнится двумя сотнями машин. Вслед за таким спросом растет и благосостояние региона. У нас нет спада промышленного производства. У нас величин объем отгруженной продукции. У нас выросло ВРП. У нас серьезно составляет ВВП промышленность. И для нас это как бы перспективные вещи. Потому что даже если греть о машиностроении, тех контрактов, которые мы уже реализуем с Москвой, это контракт Ковровского электромеханического завода. Это трактора, которые имеют 5 насадок и практически стоимость всего миллиона вместо 5 миллионов голландского. Естественно, эта услуга гораздо длинное население будет дешевле. И для нас это очень важно. В рамках одной России владимирским товарам уже становится тесно. И они начинают осваивать внешние рынки. Особенно привлекательными для иностранцев оказались разработки компании «Стес Владимир». Она производит утеплитель на основе пеностекла. Его промышленный аналог сейчас можно найти только в Америке. По качеству российский материал ничуть не уступает заморскому конкуренту. Вот только утеплитель с пометкой «Сделано в США» обходится на порядок дороже. Первыми перейти на владимирскую продукцию могут арабские компании. Нашим материалом заинтересовались несколько зарубежных стран. Это в том числе Иран, Арабские Эмираты. Сегодня подходил товарищ из Африки, по-моему, Кения, Монголия, Китай. Я думаю, что вот такие международные контракты помогут нам, так сказать, успешно выйти на международный рынок с восточными странами. Помогать в покорении новых рынков сбыта владимирским предприятием будет торгово-промышленная палата. Она активно сотрудничает с бизнесменами со всех уголков мира. А ее отделение открыто в 15 странах мира. Это, несомненно, возможность презентовать Владимирскую область не только здесь, в России, но и за ее пределами. У торгово-промышленной палаты здесь достаточно большие возможности. У нас 74 совета с зарубежными бизнесменами, то есть бизнесмены из 74 стран. У нас в 15 странах наше представительство российской палаты, через которые мы через всю эту инфраструктуру продвигаем интересы наших российских регионов. В данном случае, я так говорю, речь идет о Владимирской области. Однако, далеко не все вопросы еще решены. Одной из основных проблем региона, как, впрочем, почти всей страны, остаются дороги. Владимирской области предстоит улучшить транспортную доступность. В планах строительство скоростной железной дороги и аэропорта. После чего и без того исторически и культурно богатый регион может превратиться в туристическую Мекку.